В эфире телеканала Круг Новости. С обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Екатерина Булычева, здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Одесский Евромайдан. Народы Украины и России могут вместе идти в Европу. В парк Шевченко пришел ИО городского головы Олег Брындак. Грустно кивал головой и обещал привести парк в порядок. На Одесском собачьем пляже обосновались бомжи и уходить с насиженного места, похоже, не хотят. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко заявляет, что если председатель Верховной Рады Владимир Рыбак и президент Виктор Янукович подпишут бюджет и другие законы, которые были приняты в Раде, то оппозиция будет инициировать проведение референдума о выражении недоверия парламенту и президенту. Об этом Кличко заявил журналистам в кулуарах парламента, сообщает его пресс-служба. Виталий Кличко подчеркнул, что принятые решения являются нелегитимными. Дифферендум до недоверия пану Рыбаку, Верховной Раде, голове Верховной Раде и президенту Украины. Отвечая на вопрос журналистов, почему фракции оппозиции не пойдут тем же путем и не проведут свое альтернативное заседание, где будут принимать решения путем поднятия рук, Кличко отметил, что оппозиция не собирается таким образом легитимизировать сегодняшнее действие власти. Напомним, Рада 16 января 235 голосами приняла госбюджет и ряд других законов. Приближается 200-летний юбилей Тараса Шевченко. В городе несколько объектов, которые носят имя Кобзаря, в том числе и главный парк города. Мы не раз делали материалы о том, что в парк не мешало бы заглянуть представителям власти и посмотреть на удручающее состояние парка, а не слепо доверять отчетам подчиненных. Наконец, свершилось. Компанию представителям власти составила наша съемочная группа. В парк Шевченко пришел исполняющий обязанности городского головы Олег Брындак со своими замами и подчиненными. Подходил к памятникам, фонтанам и лишь грустно качал головой. Почти все в неудовлетворительном состоянии. И пока исполняющий обязанности городского головы со своей свитой, наслаждался своеобразной прогулкой на свежем воздухе и дивился разрухе, царящей в парке, а главный архитектор города Владимир Колокольников забавлялся с фотокамерой на телефоне, в конце колонны происходило интересное. Горячий неаполитанский вице-мэр Ильченко, как назвал его когда-то Костусев, раздавал нерадивым подчиненным живительных зуботычин. У меня уже силы нет на вас кричать, но я, честно говоря, даже не ожидал, что тут такая ситуация. Я же не могу везде сам все пойти. Пока не придешь, не покажешь пальцы, вы сами не видите. Про неудовлетворительное состояние парка и находящихся в нем памятников говорили уже немало, в том числе и наш канал. Но, совершив круг по парку, исполняющий обязанности городского головы Олег Брындак сделал потом квадратные глаза. Дескать, в каком состоянии местные памятники. Я удивляюсь, почему они выпали из поля зрения властей, хотя это последние, может быть, объекты, на самом деле, самые древние, исторические, которые стали из города. Это сердце нашего города, это его первый источник, все-таки это башни бывшей Хачбейской крепости. Я думаю, мы бросимся силы на то, чтобы восстановить ее, постараемся к 220-летию. Что же касается других объектов, например, Суворовской аллеи, то на нее планируется потратить более 7 миллионов гривен. Правда, депутаты горсовета еще должны принять соответствующую программу. А остатки крепости, как оказывается, даже не взяли на баланс. Первая проблема, которую надо решать, это взять на баланс. На удивление оказалось до сих пор, что остатки крепости не на балансе ни у кого. В общем, чувствуется такая вот твердая рука хозяина, которому, похоже, для полнейшего восстановления парка придется пойти с этой рукой, только протянутой к неравнодушным людям. Также исполняющий обязанности мэра Олег Брындак признался, что в какой-то мере обратить внимание на состояние парка власть заставил приближающийся юбилей Тараса Шевченко и тесная кооперация с губернатором. В общем, спасибо Тарасу Григорьевичу за его юбилей. Иначе, похоже, парк бы так и оставался без должного внимания. К тому же все упирается в одно «но». Все эти прекрасные намерения, реконструкции, новые объекты можно будет реализовать только когда примут городской бюджет. Анатолий Косин, Елена Бачевская, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Для людей жить в чистоте – это совершенно естественно. И даже возникает мысль, что по-другому и быть не может. Такое существует во многих районах Одессы, где уборка придомовых территорий и вывоз мусора проводится регулярно. Но некоторым одесситам такое счастье даже и не снилось. Одесситы, проживающие в Виноградном переулке по соседству с улицей Балковской, радоваться могут только придя к себе в квартиру. Дорога к домам выглядит ужасающе. Хотя удивления от подобного зрелища мало от кого дождешься. Как говорится, и не к такому привыкли. Но все-таки добираться по развалинам, как после бомбежки, занятия не из приятных. Автомобиль свои колеса может оставить прямо тут. Бомжи здесь хватает. Беспокоиться не стоит. Они найдут способ их сбыть. Кроме всего, не исключены случаи травмы пешеходов. Неосторожное движение и гипс придется носить пару месяцев. Но это в лучшем случае. Нелицеприятный вид из окон домов. Одним словом, хлев. Хотя, если вспомнить добрых фермеров в деревнях, то они проявляют инициативы к уборке за своими свинками намного больше. Почему так относятся к людям коммунальные службы? И куда идут деньги за оплату услуг, мы, очевидно, так и не узнаем. Конечно, догадаться несложно. Но все-таки вопрос остается открытым. Переулок Виноградный может смело поменять свое название на рассадник санитарии. Банки, склянки, бумаги, фантики, этикетки. Это далеко не вся картина этой местности. Грязь, ямы и разруха прекрасно дополняет обрыв, в который, не дай бог, может угодить любой. Уличное освещение, разумеется, не предусмотрено. А после сырой погоды, только вооружившись галошами, можно смело продолжать свой путь. Здесь хочется повториться, если вдруг кто не понял. Внимание! Здесь живут люди. Молодые, пожилые, среднего возраста, домохозяйки, работающие семьи с маленькими детьми. Вот он, современный мир. Кто-то опечален, что из его виллы открывается вид не на ту сторону пляжа, а кто-то вынужден жить, любоясь видом, на помойку. И это отнюдь не по своей воле. При этом, куда только не обращались жильцы близлежащих домов. Крик о помощи никем не был услышан. Очевидно, глухота является самым распространенным заболеванием 21 века. Особенно среди людей, которые занимают высшие посты в государственных учреждениях. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». Сейчас, в зимние дни, отдыхающих на городских пляжах немного. Люди просто приходят подышать морским воздухом или позаниматься спортом. Но только не на собачьем пляже. Здесь обосновались некие паломники, как они сами себя называют, и даже обычные бомжи. Наша съемочная группа решила с ними познакомиться. Как говорят одесситы, приходящие сюда, на собачий пляж, отдыхать, бомжи обосновались здесь несколько месяцев тому назад. Причем свой статус, лиц без определенного места жительства, они признавать не хотят. Дескать, мы паломники, молимся тут за всех ближних и зла никому не желаем. Видела, я с нее друг за другом к морю выходили, а рано утром было такое. Или молились, или чего там, я не знаю. Наверное, верующие какие-то. Потому что в Риасе, в черной одежде длинной, какая-то секта, наверное. Нам удалось пообщаться с одним из так называемых паломников. Зовут его Сергей, они приехали почему-то из женского монастыря из Александровки. Помолиться, отдохнуть от мирских забот. Хотя утверждают, что жить есть где, жилье есть в Донецкой области. Но тут все гораздо лучше. И люди добрее, и воздух чище. Благодать, а что до бытовых условий и элементарных удобств, много ли человеку надо? Нам нравится духовная жизнь. И истинно радость, когда что-то доброе делаешь. А чем ваш быт обеспечен? Где вы моетесь, где готовите пить? А вот рядом же море. Просто сейчас это бушует, вот же я постирался. Мы стираемся это. Это мы ждем, пока оно немножечко утихнет. Становится такая прекрасная водичка. Чистое-чистое. И потихоньку холодно, да, но это... Приходят тоже сюда купаться вот это. И мы смотрим это на людей тоже это. Купаемся в море. Отдыхающие, которые прогуливаются на собачьем пляже, в том числе с детьми, лишь пожимают плечами. Они вроде бы и не мешают, но куда все-таки смотрят власти и милиция? Так ведь и на Думской площади можно расположиться лагерем. Смысл их здесь нахождения, конечно, непонятно, что они здесь, почему и как. А власти городские, которые могут купляться заинтересовать нас. Ну, думаю, что они должны за этим следить. Я так понимаю. Потому что долгое нахождение людей здесь, а они здесь, ну, не знаю. Недалеко от паломников обитают люди без определенного места жительства. У них удобство получше. И сооружение по капитальней, и мангал, сами иронизируют. Уже стали звездами интернета. Зарабатывают, как придется. Как у вас живется? Отлично. Вы знаете, никаких проблем. Ну, а чем вы занимаетесь? Отдыхаем, кушать варим. Зарабатываем деньги. Ну, бывает, люди просят, у людей работаем. Такое, когда как. Соседями из передвижной божьей обители предпочитают не общаться. У тех своя жизнь, у тех своя. Впрочем, говоря о неконфликтности и безобидности, утверждают другие обитатели пляжа, паломники несколько лукавили. Бомжи утверждают, у них с людьми конфликтов нет, да и летом собираются съезжать. Оно и понятно, люди лишний раз с ними беседовать не желают, здоровье дороже. Властям, похоже, тоже плевать, во что превратится к началу курортного сезона один из немногочисленных оставшихся муниципальных пляжей. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Что делать, если вам приспичило в туалет, а его поблизости нет? А есть статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Как выходят из этой ситуации одесситы, которые вышли на прогулку в парк Горького, в котором нет ни одного туалета, в сюжете наших корреспондентов. Без сомнений, парк Горького на Черемушках не то чтобы быстрыми темпами, но все-таки развивается. В октябре в парке открыли поющий фонтан, который сейчас, несмотря на теплую погоду, не работает. А вандалы уже успели фонарь разбить. Еще один минус – это то, что уборочные работы здесь отнюдь не на первом месте. Сухие листья и мусор найти нетрудно. Но самое печальное, что место для отдыха и прогулок страдает от нехватки туалетов. Справить нужду в парке Горького задача непростая. Известный всем общественный нужник при входе со стороны улицы Терешковой закрылся. Биотуалет стоит 2 гривны. Неужели мало налогов, которые платят украинцы? Видимо, проблема опустошения мочевого пузыря в эту сумму не входит. Но дело даже не в этом. На сегодняшний день в парке Горького туалета нет никакого. Вместо этого тут поставили в хаотичном порядке различные батуты, электромобили и аттракционы с орущей музыкой. И столы пресловутых кафе наливаек. Здесь каждый день гуляет большое количество мамочек с детьми. Пожилых людей, да и молодежи здесь хватает. Решать проблему отсутствия туалетов приходится по-разному. У каждого свой способ. Ну, получается, как бы мы 2 часа выдерживаем, в общем-то. Как-то не ходим, так скажем. Ну, вообще-то, да, это проблема. Для мужиков под кустиками. А для женщин вот там вот есть эти самые туалеты, самые био. Позакрывали их. Ну, так что я могу сделать? С ребенком реально вот зимой негде сходить. И ребенок вынужден ходить в памперсе, потому что даже ребенка, я не говорю уже о взрослых. У меня лимит времени, да, не пить лишний чай, не пить лишнюю воду, вот так вот. Мы гуляем с собаками, с детьми, и либо терпим, идем домой, либо где-то уже бежим, если нет вариантов, куда-то по деревьям. А бывают ситуации, что до сих пор проходит милиция, и начинает уже цепляться, что ты делаешь дела, например, по деревьями. Наша съемочная группа испытала на себе проблему отсутствия туалетов. Пока проводилась съемка, и велись бесконечные разговоры о туалете, и нам захотелось. Но не тут-то было. Обойдя всю территорию парка, туалет так и не был найден. Обратились за помощью в кинотеатр «Москва». Но ничего человеческого обнаружено не было. Нас выгнали со словами «это ваши проблемы». Можно сказать, что на данный момент киевлянам везет больше. Им мэр еще с 2008 года разрешил своим распоряжением под названием «О свободном доступе граждан к туалетам заведений общественного питания». Тем не менее, туалет – неотъемлемая часть развитой общественной жизни. Нам же пока приходится обходиться кустами. Только в нашей стране, задавая вопрос человеку «Где туалет?», можно услышать ответ «А везде». Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». Одесский Евромайдан готов активно действовать на новом этапе противостояния власти. Ненасильственная гражданская оппозиция уже показала эффективность мирных организованных выступлений в масштабах страны. Активисты Одесского Евромайдана, наряду с представителями других регионов, регулярно выезжают в Киев. Налажена четкая смена команд, участвующих во всеукраинской столичной акции. Об успешности работы оппозиции говорит реакция власти. Мені, вы понимаете, вся эта ситуация нагадует, как охраняли немецкие войска, СССР, охраняли Еріка Коха, который был тут по Украине главным гауляйтером. Дійшло навіть до того, ось сейчас в интернеті появилась информация, что блокпости стоять по всему периметру. Вы понимаете, я не знаю, это нужно из всей Украины сняти працевников милиции, курсантов. Организаторы гражданского сопротивления рассчитывают на молодежь. Ее участие в акциях способно продемонстрировать власти бесперспективность нынешних методов руководства страной. Дух Майдана продолжается, он нарастает. Вы знаете, я бы хотел сказать, что относительно того, что мы действительно начали действовать на несколько фронтов. Мы ездим в Межгорье, пикетируем в МВД, пикетируем все государственные органы. Я уверен в том, что нынешней коррумпированной власти это не нравится. Майдан зараз набирает новых оборотов. Сегодня на заседании Координационной Ради Национального объединения Майдан мы створили комитеты, которые будут заниматься и организационной международной деятельностью, планом. Мы вас хотим запросить до спецпрации, если у кого есть какие-то идеи или пропозиции. Мы обязательно будем рады видеть вас рядом с нами и работать вместе. Учитывая попытки некоторых политиков сыграть на противопоставлении двух славянских народов, украинского и русского, Оргкомитет Евромайдана выступил с заявлением. Мы, Евромайданы, по всей стране стоим и за вас, братья, за Россию и за русских. За то, чтобы весь славянский мир был свободен. За то, чтобы мы оказались там, где большинство славянских народов в Европе. За то, чтобы мы, украинцы, русские, белорусы, жили в свободных обществах и в свободных странах, без диктатуры. Демократические оппозиционные силы призывают горожан присоединиться к акции Евромайданов в Одессе и в Киеве. Только массовые выступления жителей всех регионов могут обеспечить мирную смену власти. Александр Ивеноградов, Взеслав Лаштаба, телекомпания КРУ. На новогодние праздники и отпуск одесситы потратили немалые деньги. Однако не стоит забывать и о своих обязанностях, заявляет службе водосбыт филиала «Инфоксводоканал». И призывают оплатить услуги водоснабжения, чтобы одесситы и дальше могли пользоваться водой. Ведь именно от ответственности граждан зависит высокое качество услуг предприятия. Подробнее далее в сюжете. Долги одесситов в заводу с каждым днем растут, утверждает начальник службы водосбыт филиала «Инфоксводоканал» Татьяна Юркова. Она отметила, что суммарный долг предприятию уже превысил 100 миллионов гривен. Долги населения всего лишь за месяц тоже астрономические. Население на прямых расчетах должно 7 миллионов гривен. Это не оплаченных, только счетов, выставленных за декабрь. То есть мы выставили порядка 10 миллионов, и 7 миллионов из них население нам еще не проплатило. То есть катастрофическая ситуация, это мягко сказано. Жители каждого района нарастили долги примерно от 500 тысяч до миллиона гривен. Это свидетельствует о том, что население безответственно относится к оплате потребленных услуг. И проблемы в виде суда или тампанировки канализации могут возникнуть у каждого должника, заявляет Татьяна Юркова. Это впервые настолько серьезно стало. Это настолько серьезно стало впервые. Если в прошлом году это тоже была очень катастрофическая ситуация, мы очень сильно пострадали от несознательности нашего населения, потому что в прошлом году население вообще решило не проплатить почти 20% каждый район того, что мы выставили. То есть порядка пятой части мы недополучили. То в этом году тенденция идет как бы еще на ухудшение. А ведь мощному предприятию необходимо тратиться на реагенты для очистки воды, на электроэнергию для работы насосов и оплату работ аварийных бригад. Однако, чтобы ситуация была под контролем и в будущем, работники Инфоксводоканала призывают одесситов оплатить услуги водоснабжения. Это тенденция, которая не должна как бы реально существовать вообще. Сегодня кран открываем, вода есть. Филиал Инфоксводоканал в полном объеме выполняет свои обязательства перед населением города и перед предприятиями города. Осталось дело за малым, чтобы все потребители точно так же, честно и в полном объеме выполняли свои обязанности по оплате за услуги, предоставленные филиалом Инфоксводоканал. Такое безответственное поведение граждан неизбежно ведет к накоплению долгов. А предприятию все сложнее оказывать людям жизненно необходимые услуги водоснабжения. Оплатить эти услуги не так уж и трудно. Инфоксводоканал максимально облегчил эту процедуру. Это можно сделать через кассу любого банка или терминалы ГЕРЦ. А узнать всю необходимую информацию можно в обонотделах или на сайте infoxvod.com.ua Валентин Петрович Катаев – известный во всем мире писатель. Есть большое количество театральных постановок, экранизаций по мотивам его произведений. Но проходит время, и имена людей, прославивших Одессу, начинают стираться из памяти. Популярной становится современная литература. Хотя зачастую это всего лишь рекламный трюк или влияние моды. Но не более того. Валентин Петрович Катаев – советский писатель, драматург, поэт. Один из немногих писателей, который прославил Одессу. Своеобразная речь одесситов в значительной степени стала литературным языком Катаева. Одесситам талантливый писатель особенно дорог. Кто еще мог с такой искренней любовью описать наш город, как это описано в повести «Белеет парус одинокий». Остается только сожалеть, что в городе не нашлось места для памятника Валентину Петровичу. Лишь на площади Веры Холодной находится необычная скульптура, где два мальчика качаются на доске. Это Петя и Гаврик – герои автобиографической повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий», которая считается одним из самых лучших произведений литературы для подростков. И это радует одесситы хоть так помнят своих литературных героев. Как кто? Писатель. Это я знаю, потому что я в школе его изучала. А вот такие не знаю. А вы знаете, кто такой Катаев? Молодцы. Писатель. А что из его произведений? Ой, много там произведений его хороших. Ну, все в основном о Великой Честной войне. Наше поколение это должно знать. Это не современное поколение. Ну, была такая книжечка не сильно толстенькая. Я, конечно, все прочла. Но запомнилось только это, потому что это была программа, так сказать, школьная. Ну, конечно, знаем, что вы издеваетесь, такой вопрос задаете. Нет, мы не издеваемся. Не только молодежь не помнит такого писателя, но и люди старшего возраста. По мотивам произведений снято немало фильмов. «Безумный день», «Сын полка» – это повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани Солнцева, осиротевшего в годы Великой Отечественной. А также такие замечательные мультфильмы, как «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик», в которых волшебство оказывается бесполезным, без отзывчивости, внимания к окружающим и трудолюбия героев. Несмотря на огромный вклад таких добрых историй в наши характеры и жизни, кто же является автором прекрасных рассказов и стихов, многими уже забыто. Нет, мы не знаем, кто Катаев. Нет, не знаю. Не знаю. Нет. Не-не. Валентин Катаев – тот человек, без кого не было бы не только всеми любимых книг, но и даже образа Остапа Бендера. Ведь именно Катаев предложил Илье Ильфу и Евгению Петрову, он же Евгений Катаев – брат писателя, сюжет о бриллиантах, спрятанных во время революции в одном из 12 стульев гостиного гарнитура. И каждый раз, когда вы открываете книгу «12 стульев», на первой страничке сразу читаете короткую фразу «Посвящается Валентину Петровичу Катаеву». Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». На сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру 34-0076. Всего наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидромедцентра Черного и Азовского морей, 17 января в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Утром туман. Ветер северный, днем южный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, днем 5-7 тепла. На автодорогах области ночью дымка, видимость 1-2 километра. Утром местами туман, видимость 200-500 метров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова